Команда и, собственно говоря, для этих ребят, может быть, самая главная игра в их хоккейной карьере. Смело коевать место у конкурентов. Как раз во втором матче сборной России на этом чемпионате мира появился в воротах Сергей Иванов. И с тех пор очень уверенно действует. 1-0. Наша сборная забивает. Сейчас, да, очень уверенно действует Данил Лазутин. Я так понимаю, на скорости прошел и тоже не вступая в единоборство. Вот в этой ситуации с обратной стороны Крюка сумел поднять шайбу над плечом вратаря сборной команды в Финляндии. Все сделал здорово. Здесь было пространство. Защитник финской команды неудачно пошел на перехват передачи и до шайбы не добрался. В итоге очень легко от него ушел Лазутин. И было пространство для того, чтобы шайбу себе подработать. Их отличный бросок. На самом деле просто не по годам. Отличный бросок с обратной стороны Крюка в ближний верхний угол над Лазутин. Опущено в 16 попытках. 81% нейтрализации большинства соперников. Бросок в верхний угол. Чуть выше перекладина шайба пролетает. Такой наглый бросок, я бы сказал, в исполнении самого Солминина. Заползает шайба все-таки в ворота нашей команды. Пропускаем. Пропускаем в меньшинстве. И 1-1. Счет становится очень стремительным. Начало этой встречи. За 4 минуты и 4 секунды команда обменялись заброшенными шайбами. Во взрослом хоккее такого не увидишь. По крайней мере в начале команды стараются играть очень и очень внимательно. Очень аккуратно. Не давая лишних шансов. А здесь сборная России. Сборная России забросила достаточно рано. И финны, заработав большинство, ответили очень и очень быстро. Это Солминин, который бросал предыдущий. Еще одно оставление. На защитника. Пошел вперед Грудинин. Чибриков направо. Обросок Мечкова. Не долетает шайба до ворот. Подвил Мечков одного финского хоккеиста, который не без труда поднимается и отправляется на смену. Еще минута. Есть у нашей сборной на игру в большинстве. Вновь Полтапов. Мечков. Полтапов. Мечков. Еще бросок Мечкова в дальний. Это одиннадцатая шайба Матвея Мечкова на этом турнире. Очень важный гол. Вновь россияне выходят вперед. На этот раз реализовано большинство. И не первый раз Коскин-Ву так прижимается к ближней штанге, пытаясь на самом деле просто разглядеть момент броска. Потому что свой же защитник перед ним располагается. Мирошниченко в такой ситуации в дальний угол не попал. А вот Матвея Мечков позволили ему сблизиться с воротами до точки вбрасывания. И там хоть и был контакт с воротарем, но было это уже после того, как шайба пересекла линию в ворот. Поэтому контакт, собственно говоря, Полтапова с воротарем сборной команды Финляндии. Это серьезная команда у сборной команды Финляндии. Так что сегодня легко точно не будет. Финляндии выиграли вбрасывание в нашей зоне и забрасывают вторую шайбу. Вот это да. Вновь быстро отвечают наши соперники. И не лучшим образом защитники российской сборной сыграли вблизи собственных ворот. Из пяти самых результативных защитников на этом турнире два Фина. И начало, собственно говоря, полуфинала показывает почему. Потому что и до этого очень много бросают. Очень много шайб стараются довести до воротаря. С одного фланга не получилось, со второго фланга тоже не получилось. Заблокировали бросок. Но на отскоке Мьеттинин удачливее других нападающих оказался. Чуть ли не слетно переправил шайбу, находясь в единоборстве с защитником. И вот так вот действительно переправил. Причем мало того, что точно, еще и сильно шайба достаточно пошла. Ну и понятно, что Юров и в очередной раз вратарь сборной команды Финляндии выручает свою команду. Звучит сирена. Заканчивается первый период. Четыре заброшенные шайбы мы увидели. Россияне вышли вперед на четвертой минуте. Фины на пяну. Ограничивались четырьмя заброшенными шайбами команды. Посмотрим, как игра изменится во втором периоде сегодняшнего матча. Доставить шайбу в чужую зону неудачно. Правда, после сбрасывания быстро возвращается в зону финнов кисты сборной России. Вторая спецбригада. Чибриков обыгрался с партнером. Чибриков. Здорово. Туда на пятак. Выручает Кускин. Воскакивает шайба. И 3-2. Россияне в третий раз в этом матче выходят вперед. Второе очко Никиты Чибриков в сегодняшней встрече. И вторая шайба в большинстве во второй попытке. Кускин ВО выручал, выручал. Но в итоге численное преимущество на то и численное преимущество. Кто-то остается неприкрытым. И на этот раз капитан сборной России. Никита Чибриков. Никита Чибриков двинулся на пятак после своей же попытки передачи к воротам. Ну и шайба выскочила прямо к нему на клюшку. И очень удачно быстро сориентировался. Никита Чибриков переправив третью шайбу в ворота сборной команды. В Финляндии. И это первая заброшенная шайба. Во втором периоде так удаляться в сегодняшнем матче себе дороже. Три раза команды играли в меньшинстве. И все три раза, собственно говоря, в меньшинстве отстоять свои ворота не удалось. То есть на этот раз сборной России в этом меньшинстве удалось отстоять свои ворота сборной команды Финляндии. Ну и посмотри, как Мечков здорово сорвался у барона. Это 4-2. И это дубль Никиты Чибрикова. Шикарный резкий бросок из подзащитника в мертвую зону. Коскин Вова приходит шайба. Мы говорили, что голкипер очень большой. Долго садится. И, судя по всему, тренеры наших игроков тоже бросали. Требовали бросать вот на такой высоте. 20-30 сантиметров ото льда. Хорошая передача Бучельникова. И смотри, бросок без подготовки. Да вообще быстрая атака. На подготовку времени не оставили бы. Он находился в окружении трех игроков сборной команды Финляндии. Но, с другой стороны, настойчивость действительно в действиях сборной команды России сегодня чувствуется. Попадает под силовой. А вот это не точно. Но не хватит времени финнам на атаку. Все. Звучит сирена. Это бросок уже после сестка. И не стоило его наносить. Тут еще и шайба в нашего защитника попала. Вроде бы все обошлось. Ну что. Две шайбы наша команда сумела забить. Во втором игровом отрезке на 14-й минуте мы забили в большинстве. Команды, тем не менее, среагировали здорово. Сумели достаточно долго ждали третьей заброшенной шайбы. Но большинство реализовали. Забросили четвертую. И с хорошим преимуществом в две шайбы начинают. Потому что, ну, традиционно уже, да, мы когда на молодежь приезжаем. Если в составах там европейских сборных ребята задрафтованных не так много, то североамериканцы практически все уже задрафтованы по результатам вот этого соревнования. Ну да, это, пожалуй, не касается Мирошниченко и Мечкова, которые будут драфтоваться не в этом году. Мечков вообще в 23-м году будет выходить на драфт. А у нас пятая шайба. Это гол в большинстве. Мы вспоминали первую игру против финнов. Говорили о том, что нас тогда подвели удаление. Мы пять раз играли в меньшинстве. Сегодня финны удалились пять раз. И мы три раза соперника за это наказали. И это Иван Мирошниченко. Вот уж кто наработал сегодня на заброшенную шайбу, это он. Моментов у него было очень и очень много. И здесь руки, конечно, великолепные. Уже так всем видом показал, что будет делать передачу. И вроде как убрал шайбу с позиции для броска. И как только защитник выставил клюшку, убрал клюшку с линии броска. И переставил ее на передачу. Одно движение кистями. Буквально, я не знаю, там сантиметров 30 в центр. И бросок. Это хорошая возможность и для нашей команды провести смену свечков. Здорово так подкатился под Ламберта. Не позволил себя обкатить по большой дуге. Попытка номер два. Ламберту приходится прокатываться вдоль синей линии. Но это для него не проблема. Затащил шайбу в зону. Расположились финны. Бросок. И шайба влетает в ворота. Ну и финнов сегодня с реализацией лишнего все очень даже неплохо. Классный кистевой в дальний угол. И счет становится 5-3. Вот в этом эпизоде нельзя не отметить. На вторую бригаду большинства сборной команды Финляндии оставалось там. Ну на самом деле, когда они шайбой завладели в средней зоне, оставалось 36 секунд. И тем не менее, Ламберт очень и очень быстро шайбу в зону атаки притащил. Сумел сохранить там в виде наборства сразу с несколькими игроками сборной команды России. Ну и в итоге фланг сменили, довели дело до Кеммела. И Кеммел продемонстрировал свой бросок. Бросок просто великолепный. Действительно там даже на перемещении. Ивнаев неплохо все складывается для нашей команды. Вылетает шайба. А в зону сборной Финляндии Ламберт. Бесковные передачи через центр. Мирошниченко до шайбы добирается. Бросок и 6-3. Шикарный гол Мирошниченко. Дубль в третьем периоде. Во втором периоде дубль Чибрикова. В третьем периоде дубль Мирошниченко. И тоже сыграли здорово. На самом деле мы отмечали действия четвертого звена. И сейчас они находились на площадке. Просто один из нападающих уже сменился. Свежий Мирошниченко появился на площадке. И сориентировался просто здорово. Свечков навязал борьбу. И Мирошниченко на ограниченном пространстве. Мы отмечали. Руки у него конечно великолепные. И здесь защитник сборной команды Финляндии. В данном случае играл по дальнему нападающему сборной команды России. И у Мирошниченко было пускай немного. Но достаточно пространства. Чтобы попытаться обыграть. Это сделать шестая заброшенная шайба. На счету российской команды. Вторая в этом матче на счету Ивана Мирошниченко. И финны отвечают вообще прямо сразу с отбрасывания. Салминен. Я не знаю. С лету по шайбе попадает. Вторая шайба такая. Сегодня на счету финской команды. Если в первом периоде отличился Миетин в похожей ситуации. То вот теперь забивает Салминен. Очень похоже на первый период. Вот я даже не знаю. Что меняется со смены сторон. Но здесь выигранное. Даже не выигранное вбрасывание. Защитник подключился. Просто поддержал атаку. Потащил шайбу вперед. А два нападающих сборной команды Финляндии. Отдвинулись на вороты. И снова отскок. И на этот раз капитан сборной команды Финляндии. Отличился. Это Саму Салминен. Самая результативная игрокка с точки зрения. Из-за себя Ламберт бросает в касание. И выручает Иванов. А там два нападающих финской команды. Было под воротами. Такое впечатление, что не очень хорошо. Иванов видел момент броска. А тут хорошая работа клюшкой. От Никиты Новикова. Хейма Салми. Какой сейчас момент у финнов. И, по-моему, подставил клюшку на чужом пятаке Великой Вунин. Но в скороворот не попал. Сергей Иванов, когда ему приходилось вступать в игру, он отскоков перед собой не давал. Отправляя шайбу в углы. И, таким образом, вторых шансов у финнов в этом отрезке большинства не было. Не удалось Свечкову выиграть бросывание. Хейма Салми. И это тоже третье бросывание получается в пятером против. Ух ты! А вот это какая передача. Коньком на дальнюю штангу. Просто фантастика. И забивают финны. Хухтанин это делает. Сокращают отставание в счете до минимума. Причем, судя по всему, это действительно была нацеленная передача. Такая. Как раз в этой ситуации клюшку вроде как связал Грудинин. Нападающему сборной команды Финляндии Хухтанину. Но тот коньком сумел передать, сумел переадресовать шайбу на дальнюю штангу Кемелу. И две шайбы Мирошниченко в третьем периоде, на которые финны отвечают двумя шайбами Кемела. И вот это вот... Кемел. Он тоже не меняется с Уоми. Ламберт. Бросок в дальний угол. Не видел шайбу Сергей Иванов, но она пролетела рядом со штангой. Вышла-вышла шайба за синюю линию. Оффсайд. Отложенные положения и вне игры. Успевают финны затащить шайбу в нашу зону. Ламберт. Две секунды. Одна. И все. Звучит сирена. Сборная России выходит в финал юниорского чемпионата мира, где сразится со сборной Канады. Шикарная игра, валидольная концовка, но самое главное, что наша команда берет реванш за поражение в первом матче против сборной Финляндии и выигрывает со счетом 6-5. Ну да, скипидарное начало, да, и валидольная концовка. 11 заброшенных шайб. Увидели... 30 секунд тренеры берут для того, чтобы дать игрокам передохнуть, а уж 4 часа-то можно уже, я не знаю, там и поесть, и отмассиваться. И уже пойти спокойно отдыхать, когда ребята только с игры выходят, потому что это мы говорим так, на длинную игру. И сейчас же надо раздеться, переодеться, поужинать, медицинские процедуры, восстановительные процедуры. Хейма, Салми, это лучшие игроки, судя по всему, сборной команды Финляндии. Потому что в матче за третье место уже там не будет, там уже будут медали вручать. Вот, так что сейчас мы узнаем трех лучших игроков сборной команды Финляндии. Хейма, Салми, это защитник. Ну и основной вратарь, Аку Коскин Кувио, который... Коскин Вуу и... Коскин Вуу, да. И Томола, лучший нападающий. Да. Основной вратарь. Вратарь, защитник и нападающий. Провел Коскин Вуу и всего одну игру Юса Хеллума. Кстати, этот матч он провел на ноль. Так, Матвей Мечков. Лучший нападающий в составе сборной России. Уже хорошая возможность посмотреть на пацана, которого мы обычно видим в шлеме и в маске. Ну и теперь три лучших игрока в составе сборной команды России. Никита Чибриков, капитан Матвей Мечков и третий вратарь. Сергей Иванов. Сергей Иванов, да. Причем не он начинал этот юниорский чемпионат мира в воротах сборной команды России. В первом матче против сборной команды США. Но в итоге, в итоге стал, ну, на самом деле, ну не то что безоговорочным. Я говорю, безоговорочно нельзя так говорить в спорте. Но стал первым номером нашей команды и сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok.